Доедают последние. До карантина траты на содержание животных в биопарке покрывали услуги, которые предоставляет зверинец. Это и посещение, и селфи с животными, еда и напитки в кафе и многие другие. Сейчас посетителей нет, значит и нет источников финансирования. В зимний период времени мы живем за счет своей подушки безопасности, потому что понятно, что в снег, в дождь, в плохую погоду к нам никто не ходит, а платить зарплаты сотрудникам и кормить животных надо каждый день. Та подушка безопасности, которая у нас была, она, к сожалению, исчерпалась. И весна – это тот период времени, когда мы ждем наших посетителей, но, к сожалению, из-за карантина вы видите, что все закрыто. Карантин вынудил отправиться в незапланированный отпуск десятки сотрудников биопарка и, как результат, лишил их зарплаты. Работать остались всего лишь несколько смотрителей. Они каждый день кормят и ухаживают за животными. Мясо – основной рацион обитателей зверинца, особенно крупных хищников. 14 львам нужно более 2000 килограммов мяса в месяц. Это обходится биопарку в 170 тысяч гривен. Кроме львов, мясо употребляют в пищу тигры, обезьяны, волки и медведи. Остальные жители зверинца питаются овощами, фруктами и крупами. На еду животных в общей сложности биопарк тратит полмиллиона гривен в месяц. В условиях карантина ежемесячно найти такую сумму крайне тяжело, говорят в биопарке. Пока ограничиваются старыми запасами и ждут возвращения к привычному режиму работы. Животные в это же время отдыхают от внимания посетителей и стали активнее размножаться. Кенгуру, козочки, овечки. Да, родились. Постоянно кто-то рождается. Весна. Полтора года назад съемочная группа репортера приезжала к новорожденному жирафу Арсентию. За это время малыш подрос и стал полностью самостоятельным. Правда, некоторые виды животных испытывают дефицит внимания, говорят смотрители биопарка. Видно, что животные скучают по посетителям, потому что они уже привыкли. Видно по их мордочкам, что они уже грустные, хотят общения с людьми. Пока нет посетителей, обитатели биопарка играют, загорают на солнце и не забывают ухаживать за собой. Приматы, например, тщательно обыскивают шерсть друг друга, а представители семейства кошачьих тщательно и долго ее вылизывают. Еноты живо полощут в воде пищу и регулярно моют руки, прежде чем что-то съесть. Кстати, не в пример многим из нас. Дарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал Репортер.